Первый всероссийский гитарный фестиваль в выходные прошел в Плёсе. Хорошая музыка, драйв и необыкновенно красивые пейзажи. Все без сомнения попало в цель. И даже у переменчивой погоды не было шансов остудить накал страстей на сцене. Ивановская группа «Калиса» чувствовала себя на сцене вполне комфортно. В основе их песен страшные сказки, исторические легенды и простые жизненные ситуации. Для пущего антуража провокационные сценические образы и эпатажные костюмы. Сегодня у нас такой довольно брутальный образ. Мальчики реже меняются в костюмах, они у меня всегда в килтах. Все красивые. Вопрос, что под килтами провокационен, мы на него не отвечаем. А у меня, как получится, все зависит от репертуара, который мы будем исполнять на сцене. И что мы хотим именно этим выступлением донести. То есть под каждую у нас абсолютно разная подача. Публика перемещалась хаотично. Одни приходили и начинали слушать, другие отлучались перекусить или погулять по Плёсу. Музыку было слышно почти во всем городе. Публика в основном слушает. То есть я делаю ставку на то, что она как бы оценивает, для себя что-то берет. То есть как бы отрываться, качать головой здесь не особо получается. Потому что не позволяет сидения всякие, сама пристань. А так, в принципе, народ слушает. Главное внимание во время каждого выступления было приковано к гитаристам. Это для них все организовано. Причем впервые и на таком высоком уровне. Я гитарист, у меня интересное оборудование. Оборудование, предоставленное здесь, было просто на высоте. То есть на уровне таких хороших концертов. Я доволен абсолютно. Кроме сценических выступлений, в Левитан Холле проходили мастер-классы и выставка оборудования. Например, эти гитары североамериканских фирм начали поставлять в Россию совсем недавно. Есть экономные варианты и очень дорогие модели. Взгляд дилетанта в первую очередь падает на графическое оформление инструмента. Гитары достаточно известные и многие звезды на них играют. В частности, вот эта модель, это именная модель Дэйв Мастейн. Если вы знаете, лидер группы Мегадес, эксплорер, красное дерево со всеми, скажем, вытекающими последствиями. То есть все размеры, все соблюдено как по требованиям, скажем так, этого человека. О гитарах в эти выходные в Плёсе говорили очень много. Вот и мастер-класс известного музыканта Михаила Суджана превратился в творческую встречу. Гитарист то играл, то рассказывал о своих инструментах. У меня сейчас 8 гитар, но вы знаете, это вот вы мне задаете вопрос. Какой из твоих гитарей твой любимый? Как ответить вот на этот вопрос? У каждой гитары, которая, ну, во всяком случае, мои гитары, или там не мои, а те, которые я вообще смотрю, это же каждый хороший инструмент, это уникальное состояние. И от каждого ты ждешь чего-то особого. Вот на этой гитаре я хочу играть только это, а на этой гитаре это. Вот таким вот образом, на мой взгляд, складывается. Организаторы говорят, что подготовка к следующему фестивалю уже началась. Он снова пройдет в Плёсе. Возможно, живая гитарная музыка станет еще одним культурным брендом региона. Как, например, мода и авторское кино. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.